Один из первых вопросов волнующих сотрудников дошкольных учреждений, как и, наверное, большинство жителей города, дорожные и в Мытищах, сообщил первый заместитель председателя Московской областной думы, появится новая дорога, которая соединит улицы Мира, Фрунзе и обеспечит еще один выезд на Ярославку. Центр города, просто и город весь наш, это изменит ситуацию коренным образом. У нас сейчас одна трасса, по сути, олимпийская, которая полностью загружена, в убитом состоянии находится, потому что нормативная нагрузка в три раза выше. Строительство планируют начать уже в этом году. Изменения коснутся и Осташковского шоссе. Трассу будут расширять. У нас с вами построено четыре полосы от МКАДа, Осташковское шоссе от МКАДа до Болтину. И потом у нас пробка начинается. Мы тоже в этом году запланировали деньги в бюджете 18-20 и запланировали 3,5 миллиарда рублей на строительство Осташковского до Пирогова четырех полос. Ожидается сложное строительство с перекладкой коммуникаций. Начнут в следующем году. Сделать обещают в течение двух лет. Следующий вопрос волновавший собравшихся благоустройство придомовых территорий. Жители пожаловались на опасные сухие деревья во дворах. И после любого погодного какого-то явления, и летом, и зимой просто страшно даже идти. Дорожки, например, по дереву проходят, а дерево стоит. И как его не видят эти службы, я не знаю. Обращайтесь прямо в администрацию, туда обязательно выйдет комиссия и осмотрим. Кроме того, первый заместитель председателя Московской областной думы посоветовал активнее обращаться в управляющую компанию, если она обездействует, жаловаться через добродел. Еще один вопрос касался обустройства парков, в частности нового на Волковском шоссе. Первый зампред заверил, через 6-7 лет он будет одним из лучших современнейших парков Подмосковья. Очень хочется, чтобы появились какие-то зоны для прогулки с собачками. Вот сейчас весна, у меня маленький ребенок. Если мы чуть сворачиваем с тропинки, пройти будет невозможно. Площадка для собак, к слову, в лесопарке уже появилась, а также детская и спортивная площадки. В этом году у нас в планах, конечно, сделать нормальные дорожки, не щепы посыпанные, а нормальной галькой, как мы договаривались с жителями в прошлом году. Тем на встречах затронули множество. В завершении сотрудники дошкольных учреждений попросили построить в городе новый каток и, что более важно, еще одну школу в Перловке. Жанна Лавянникова, Денис Корнев, информационная программа «День».